Угольки от костра, мусор и строительная плитка – это не свалка и не отшиб, а детская площадка со спортивным инвентарем. По словам местных жителей, сквер в микрорайоне Галенщина должны были сдать еще 15 сентября. Однако работы затянулись, продолжить их решили в зиму. Я видел в декабре в конце, еще и начало января, да, люди струдились, делали. Ну, декабрь месяц, декабрь месяц, я не знаю, отмывание денег, как, кстати, я не знаю. Декабрь, январь, да, вот они там, я считаю, вот мое, мне это не серьезно. Если бы делись, допустим, деньги отпускаются, надо делать все своевременно. Вот сейчас весна, брали, вот такая ранняя, оттаяла, делайте, пожалуйста. Результат предсказуем. Площадка установлена на песке, сыпучем и подвижном материале, поэтому после того, как сошел снег, вместе с ним покосилась и конструкция. На всей площадке не найти и одного ровного участка. Местами проваливается асфальт, местами плитка, а эта дорожка и вовсе напоминает желоб. Рисунок расползся между плитками щели в несколько сантиметров, а по краю, который находится ближе всего к пруду, плитка и вовсе осыпалась. Так же, как и бордюрный камень. Он не просто установлен криво, но и в нескольких местах уже расколот. Особое внимание стоит обратить на лавочки. Конструкции стоят на железных арматурах, которые буквально висят в воздухе. Видимо, еще осенью уровень грунта был выше сантиметров на 30. Глядя на площадку, можно подумать, что она недоделана. Однако в центре уже установили уличные тренажеры. Значит, эта зона должна находиться в завершающей фазе. Тем не менее, это не мешает асфальту распадаться на крошки, образуя ямы. Каждый второй тренажер на этой площадке плохо прикручен. Если приложить даже немного усилий, он легко поддается. Заниматься на таком может быть просто опасно для жизни. Местные жители, к тому же, переживают, что вскоре их и вовсе утащат. Строительный мусор за собой тоже никто не убрал. Обломки кирпичей и бордюрного камня в перемешку с полиэтиленом валяются вокруг стройки. Стоит отметить, что, по словам местных жителей, сквер делают в рамках программы поддержки местных инициатив, которая предполагает софинансирование. То есть, жители микрорайона Галенщина заплатили за благоустройство, а получили лишь разваливающуюся площадку. Мы направили запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».